Шаляпин брусил Цымбалюк Романовской Появились данные о том, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк Романовской расстались. Говорят, инициатором разрыва отношений стал певец. Сенсационное известие о том, что роман Прохора Шаляпина и Виталина Цымбалюк Романовской подошел к концу, прозвучало в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Новый выпуск, где подробно обсудят, почему распалась одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса, покажет 19 ноября Первый канал. Впрочем, кое-что уже известно. Вокруг ТВ, утверждает, что инициатором расставания стал Шаляпин. Возможно, поводом для такого решения стало известие о том, что у певца родился сын. Во всяком случае, так утверждает Татьяна Гудзева, с которой артист закрутил роман два года назад. Отношения развивались так стремительно, что менее чем через год пара объявила о помолвах. Они демонстрировали в соцсетях идиллию и даже познакомили родителей. Однако потом Прохор узнал, что любимый не 27 лет, а 40, и у нее есть 14-летняя дочь. В итоге Шаляпин и Гудзева расстались. Публикация фотографий из Инстаграма Татьяна объявилась несколько месяцев назад. Она заявила, что родила от Прохора сына, которого назвала Федором. Якобы артист изменял Виталину Цымбалюк-Романовской. Певец не поверил в отцовство и решил сделать ДНК-тест. В рамках шоу было проведено генетическое исследование. Оказалось, что Федор является сыном артиста. Однако уберить этим результатом Прохор Шаляпин отказался. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Пресняков с женой прыгнули с небоскреба. Сенсация. Объявлено о союзе Зеленского и Порошенко. Я притворяться не хочу, не умею и не буду. Волочкова откровенна о романах с женатыми. Кто захочет слышать, пусть и песни пожилой женщины. 55-летнюю Литвицкую разнесли в пух и прах. И многое другое.